Возвращение иммунного ответа 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 возможность индукции противоопухолевого действия, высокие потенциальные возможности при комплексной терапии. Иммунотерапия на основе этологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом используется при соблюдении условий и критерий, представленных на слайде. Это предоставление письменного информированного согласия, кистологически подтвержденный диагноз, наличие материалов для оценки генетических маркеров, отсутствие прогрессирования, хороший функциональный статус и отсутствие признаков токсичности более чем второй степени после предыдущего лечения. К противопоказаниям относятся неприносимая токсичность, генологические или клинические данные, свидетельствующие о прогрессировании опухоли, но стоит заметить, что при удовлетворительном состоянии пациента и отсутствии немедленной смены тактики лечения допускается продолжение иммунотерапии до следующей оценки эффекта. Также это отказ родителей или больного от лечения, невыполнение рекомендуемых процедур пациентам и развитие заболеваний в состоянии, препятствующие продолжению лечения. Иммунотерапия на основе эндодритных клеток отменяется при ее непереносимой токсичности, рентгенологических или клинических данных, подтверждающих о прогрессировании, отказ больного либо родителей от лечения, нарушение комплайнности пациента либо родителей и развитие заболеваний в состоянии, препятствующие продолжению лечения. На базе детского онкологического отделения медицинкологии Николая Николаевича Петрова с 2017 года в практику рефракторных форм злокачественного образования у детей была инициирована иммунотерапия на основе этологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом. Всего пролечено 27 пациентов, из них большая часть составляют мальчики. На данном слайде также представлена схема по полу и возрасту градации. Большая часть пациентов была диагностирована мягкотканной саркомой, это 48%, равное составляли пациенты со стеогенной саркомой, саркомой Юинга и глиальной опухоли. И по одному пациенту были с атипической тератоид-рабдоидной опухолью и нейробластомой. Большая часть пациентов, это пациенты, которые получали иммунотерапию, почти 63% получали иммунотерапию на второй и более линии химиотерапии. Всего 27 пациентам было проведено 245 вакцинаций. Нами была выбрана стандартная схема лечения. Первые две вакцинации проводились с интервалом в две недели, далее две вакцинации с интервалом в три недели, и на первом году лечения интервал составлял один раз в четыре недели. На втором году лечения интервал составлял один раз в три месяца, и на третьем и последующем годах лечения один раз в шесть месяцев. Стоит заметить, что перед дендритно-клеточной вакцинацией вводились низкие дозы цитостатиков с иммуномоделирующей целью, чаще всего использовався цикловосфамид, но по конкретным случаям индивидуальным назначались также другие химиотерапевтические и иммунотерапевтические таргетные препараты. Оценка иммунотерапии проводилась по трем основным направлениям. Оценка иммунного статуса оценивалась с популяцией моноцитов и лимфоцитов. Стоит отметить, что нежелательных явлений, в том числе и серьезных, нами выявлено не было. Минимальный регресс или стабилизация опухлевого процесса достигнута у почти 50% пациентов. На фоне иммунотерапии отмечена тенденция к увеличению цитоксических т-лимфоцитов естественных клеток киллеров и снижения т-регуляторных клеток. Общая выживаемость пациентов составила 57%, при медиане наблюдения 6 месяцев. В группе контроля пациенты получали палеоактивную сдерживающую химиотерапию, медиане наблюдения составила 2 месяца. Позвольте представить клинический пример. Пациент 2-х лет с эмбрионально-рабдомиосаркомой мягкой ткани промежности, с метастатическим поражением региональных лимфоузлов, легких крестца надпочечника и заброшенной тазовой клетчатки. 4-я стадия пациент стратифицирован в метастатическую группу по протоколу связь 2009 и инициирована специфическая терапия. На первых курсах полихимиотерапии была добавлена иммунотерапия на основе этологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом. После 6 курсов комбинированного лечения пациента было отмечено регресс метастатических чагов и уменьшение первичного чага на 90%. После завершения интенсивной программы пациент получает поддерживающую химию иммунотерапию. Всего проведено 15 вакцинаций, срок наблюдения составляет 21 месяц и при контрольном обследовании от мая 2021 года пациенту также зафиксирована полная ремиссия. В заключении хотелось бы сказать, что активная иммунотерапия на основе этологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом является безопасным методом лечения для солидных стокачечных опухолей без иммуноопосредственных нежелательных реакций. Длительный процесс активации иммунной системы позволяет рассматривать назначение иммунотерапии на основе дедритных клеток уже в первую линию пациентов с потенциально неаккурабельными заболеваниями, например, такие как 4 стадии мягкотканных сарком. И внутренние клинические рекомендации, разработанные междисциплинарной командой специалистов на базе научного отдела онкоиммунологии МИДС-онкологии Николая Николаевича Петрова, позволяют использовать иммунотерапию на основе этологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом у пациентов в режиме при исчерпывающих возможностях стандартного лечения. Однако мы должны понимать, что эффективность этого режима крайне низкая. Благодарю вас за внимание.